Одно из хобби было тем, что он увлекался пчелами. Ему они были интересны, как такие микроорганизмы с очень сложной структурой, с очень интересной. Он всегда с увлечением и читал научную литературу. Сегодня вспоминают его увлечения и работы, каким он был человеком, педагогом, личностью. Конечно, главное наследие Валентина Андреева – его научные труды о теории саморазвития личности. Все его научные идеи первыми опробировались, наверное, на членах семьи. В общем, очень многие идеи. Одна из главных, на мой взгляд, идей, что образование должно переходить в самообразование, в воспитание, в самовоспитание и развитие, в творческое саморазвитие личности. Валентин Андреев был последним в республике академиком Российской академии образования. Под его руководством защищено около 80 диссертаций. Он автор более 200 научных трудов. Каждая монография – фундаментальное, целостное, принципиально новое педагогическое исследование. Труды отца сегодня проповедуют дети, дочь и сына, оба педагоги – профессоры. Найти свое предназначение, раскрыть себя – вот это самое важное. То есть, по идее, папина концепция, она делает человека счастливым. Сегодня чтение проходит в третий раз после того, как не стала Валентина Андреева. Он сам был идейно вдохновителем этих конференций. Послушать лекцию сегодня приехали ученые со всей России. Многие из них – доктора наук, известные научные деятели, ученики Валентина Андреева. Один из них – Вячеслав Волов, единственный в России пятикратный доктор наук, говорит, обязан своими достижениями именно Валентину Андрееву. Непрерывно работал над собой. Он в год как минимум одну монографию писал. И спектр его знаний настолько был широк, это был учитель с большой буквы. Гуманность, честность и принципиальность, трудолюбие и целеустремленность – вот качества, которые отличали Валентина Андреева. Его теория о саморазвитии личности нашла подтверждение в его жизни научной и творческой. Альбина Слагараев, Марат Зайдулин, ТНБ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова